Когда у нас будет правитель, и он будет несправедлив, вот тогда ты можешь задать этот вопрос, у нас пока нет правителя, мы сразились с врагом, проиграли в этой битве, враг нас завоевал, нашу территорию, поставил над нами своего человека, наместника своего, и вот этот наместник сегодня реализует политику нашего врага на нашей территории. Послушай, для меня важна свободная Чечня, а вот эти вот вопросы, как экономика, развитость, неразвитость, бедность, богатство, это второстепенные вопросы, я не смотрю на это из шурного интереса. Как тебе Норвегия? Норвегия завораживает красивыми видами, для нас, кавказцев, наверное, Норвегия более такой привычный, имеет ландшафт, то есть это горы все-таки, очень много горной местности. Очень красиво, холодно, снежно, то есть на глаз все очень приятно, очень хорошая вода, прям, ну это прям отдельно, наверное, надо отметить, что вообще в этих странах Скандинавии, и в Швеции, и в Норвегии, вода из-под крана, это, ну это просто нечто, у тебя нет необходимости вообще, ты здесь не знаешь, что такое покупать воду в бутылках, там нет, наоборот, ты здесь покупаешь воду в бутылке, ты сливаешь ее и набираешь из-под крана, потому что она реально очень качественная, очень вкусная вода. И вот в Норвегии вода, разумеется, очень крутая, это то, что из плюсов, из минусов, то, что мне не нравится в Норвегии, она какая-то, какая-то такая тесная, очень тесная, улицы тесные, дороги тесные, и все как-то вот вжимает тебя, это заметно, ты когда пересекаешь границу, если ехать на машине, ты пересекаешь норвежско-шведскую границу, и вот прям ты эту границу пересек, и в этот момент у тебя внутри твоя душа, она вот так вот раз, вот так вот и расходится. В Швеции она такая прям распростертая такая, в Норвегии она такая тесная. Дорогие дороги, там дороги платные, разметка на дорогах очень непривычная, не знаю, для меня она какая-то неприятная, опять-таки контраст ты чувствуешь, когда границу пересекаешь, какая-то желтая непонятная разметка Норвегии, и потом раз шведская такая, белая, понятная. Это из минусов. Но так, страна передовая, экономически очень развитая, зарплаты высокие, жизнь, разумеется, тоже дорогая, но многие, допустим, европейцы, как-то с прибалтийских стран, например, там, Польша, страны Прибалтики, Латвия, Литва, они работают в Норвегии, и для них это как бы очень, ну, очень хорошо, когда они зарабатывают в Норвегии, а тратят у себя, там, в Польше или в Латвии, Литве, это очень выгодно. Барон, брат, что ты знаешь про Бамут? Бамут – это чеченское селение, находится на западе Чечни. Я один или два раза был, бывал в Бамуте, ну, не знаю, что еще можно сказать. Бамут – во время Первой войны в Бамуте были очень ожесточенные бои, и Россия никак не могла взять это село, потому что оно находится на предгорье и прям на рубеже леса, поэтому, в общем, это такое удобное для обороны было, для нашего сопротивления было место, поэтому Россия несла там потери, не могла взять это село. Муж рассказывал, что 9-я рота и полк сводные были, быстро скомплектованные, поэтому не очень боиспособные, при артподдержке не взяли бы их. Ну, не соглашусь я с вами, Олеся Андреева, так как артподдержка там как раз-таки была. Очень жестко работала артиллерия, очень серьезно помогала, и большинство от этой артиллерии мы и понесли там потери. Где-то человек 10-13 были потери с нашей стороны. Так что поддержка как раз-таки была, и говорить, что они были какими-то слабыми тоже не приходится. Просто, ну, не вывезли они этот бой, они проиграли. Такое бывает. Как охарактеризуешь деятельность Шамиля Басаева во время между войнами? Как неудовлетворительно я охарактеризую. Шамиль Басаев, да мамиру его Всевышний Аллах, был выдающимся воином, выдающимся полководцем. Но воин и политик это разные вещи. Политика это все-таки была не его тема, не его стезя. Адам. Саламу алейкум, Тумсо. Как говорят, что посылаются правители, которые заслуживают народ. Вопрос. Может мы заслужили такого правителя, если нам дать волю, то все будут стремиться к власти и деньгам, создавая банды. Алейкум асалам. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что 15-й раз этот вопрос здесь звучит в моих эфирах. Мы уже очень много раз на него отвечали. Когда у нас будет правитель, и он будет несправедлив, вот тогда ты можешь задать этот вопрос. У нас пока нет правителя. Мы сразились с врагом, проиграли в этой битве. Враг нас завоевал, нашу территорию. Поставил над нами своего человека, наместника своего. И вот этот наместник сегодня реализует политику нашего врага на нашей территории. Это не правитель наш. Это враг. Это его наместник. Поэтому тебе нужно будет перефразировать. Аллах посылает врага к нам. Никто, ну, можно сказать, которого мы заслужили. Но правильнее будет сказать, что Аллах посылает нам врага, как испытание для нас, когда мы заслуживаем этого испытания, когда мы делаем что-то не так. И да, это причина задуматься над тем, что же мы делали не так. Как исправить это и потом снова вступить в борьбу, в сражение с этим врагом. Вот как надо на это смотреть. Но ни в коем случае не называть врага нашим правителем. Почему чеченцы почитают волков? Это не противоречит Корану. Чеченцы не почитают волков. Чеченцы просто любят волка. Из-за свободолюбия этого животного. Из-за невозможности его дрессировки. Как говорится, волк слабее льва и тигра, но волк в цирке не выступает. За это чеченцы любят волка. Чеченцы вроде устраивают положение дел на сегодня в регионах. Чеченцы ходят в футболках Ахмат, хотя никакого отношения к власти не имеют. Но такие тоже найдутся. Как говорится, в семье не без уродов. Войдите, пожалуйста, в положение. Не может же весь народ чеченский быть таким одинаково правильным. Не может. Среди нас есть такие, как Кадыров, Делимханов, Иудов и прочие. Но есть и такие, как Дудаев, Масхадов, Яндербиев и так далее. Такой вопрос, Тумсо. Если была бы власть та, о которой говоришь, но экономика и культура была бы как у всех кавказских дотационных республик, Тебя бы это устроило, или процветающая Чечня, но с жестким режимом? Послушай, для меня важна свободная Чечня. А вот эти вот вопросы, как экономика, развитость, неразвитость, бедность, богатство, это второстепенные вопросы. Я не смотрю на это из шкурного интереса. Важна свобода. Будем мы неразвитыми, бедными, но при этом свободными, или будем мы богатыми, развитыми, но при этом не свободными? Я не задумываясь, выберу свободу, потому что, будучи свободными, бедными и неразвитыми, мы имеем возможность развиться, стать богатыми, и ответственность лежит только на нас. А вот будучи несвободными, какими бы развитыми мы не были, это ничего от нас не зависит. Мы сами не являемся себе хозяевами, поэтому, когда там в Кремле решат сделать нас бедными, мы станем бедными. Я не хочу, чтобы было так, я хочу, чтобы мы сами были ответственны за то, что у нас происходит. Так что, я за свободу.